Здравствуйте, друзья и товарищи! В начале апреля текущего 2022 года весь мир был потрясен страшными фотографиями, полученными из города Буча к северу от Киева, после того, как оттуда ушли российские войска. Трупы на улицах, трупы во дворе, трупы в подвале. Это страшное злодеяние российской военщины и российского командования и даже всего российского руководства не должно остаться без ответа и должно быть сурово покарано. Однако недавно довелось прочитать такое ироническое обращение в адрес путинцев, что путинцы говорят, не все так однозначно, все гораздо сложнее. Я тоже думаю, что все немного сложнее. Черно-белая картина никак не получается, особенно когда речь идет о войне и когда речь идет о взаимной ненависти целых групп населения. На своем канале Filming of Agents я стараюсь по мере сил разоблачать антиконституционную деятельность секретных служб, любых по мере возможности. А секретные службы действуют в тайне и поэтому там человек может проявлять самые гнусные черты человеческой природы. Это садизм, жестокость, издевательство, унижение, мерзкая ложь и так далее. А когда под этим находится в качестве основания еще и национализм довольно широких масс населения, это все есть война, жестокая и беспощадная война. Во время таких вот столкновений целых групп населения неизбежно вмешиваются внешние силы, а более слабая сторона обращается к какой-то внешней силе, чтобы она ей помогла, защитила. И вот говоря об Украине, известны империалистические поползновения российского руководства, но для такой вот агрессии обычно желателен какой-то довольно достоверный повод, чтобы можно было прицепиться. И вот таким поводом всегда или довольно часто является межэтнический и межнациональный конфликт в определенной стране. Вот возьмем Абхазию, Южную Осетию и Грузию. Абхазия помимо своей воли долго находилась в составе Грузинской ССР, когда еще существовал Советский Союз. В советский период Абхазия дважды просилась, чтобы ее приняли из состава Грузии в состав Российской Советской Федеративной Республики. Однако в Москве ее просьбы отвергали. Советское же грузинское руководство поселяло в массовом порядке грузин на территорию Абхазии под тем предлогом, что во время летнего туристского сезона в Абхазии не хватает своей рабочей силы и обслуживающего персонала для обслуживания массы советских туристов, которые приезжали на Черноморское побережье Кавказа. Однако скрытная цель и главное была очевидна – ассимиляция Абхазов постепенная. В частных беседах даже и до сих пор грузины не скрывают, что они не считают Абхазов самостоятельной отдельной нацией. Они считают Абхазов грузинами, но как бы испорченными, которых надо вернуть на путь истинный, то есть в грузинство. Литовцам и местным польско-белорусским жителям вокруг Вильнюса эта формула очень хорошо знакома. Кажется, от этого безумия уже наконец тут в Литве отказались, надо надеяться. Однако, когда Советский Союз распался в конце 1991 года, то в 1992 году Абхазы восстали и при помощи нескольких частей российской армии выгнали грузинскую армию из Абхазии и вместе с ней пришлось покинуть Абхазию 230 тысячам грузин. Южная Осетия освободилась от грузинского влияния более эволюционным путем. Однако, Михаил Саакашвили, президент Грузии, в 2008 году решил исполнить свое предвыборное обещание «освободить» Грузию и Абхазию от России военным путем. 8 августа 2008 года он, как известно, подверг ночной Цхинвал, столицу Южной Осетии, обстрелу из градов. Погибло порядочно местных жителей. Это тяжелый был удар и разрушение для такой маленькой республики. Российские же войска с опозданием примерно на двое суток в конце концов все-таки вошли и оттеснили грузин на значительное расстояние от Южной Осетии. Одновременно же были изгнаны остатки грузин из Абхазии, которые там еще оставались. Теперь спрашивается, Путин ли лично виновен в произошедшем кровопролитии и в изменении границ? Нет, он просто воспользовался тем межнациональным конфликтом, который десятилетиями там созревал. Приблизительно такая же сложная трагическая ситуация наблюдалась и в Украине. Административное отделение Российской империи было на губернии. В губерниях в разных регионах национальный состав был весьма пестрый. После распада Российской империи в 1917 году, в 1918 образовалась Украинская народная республика со столицей в Киеве и Донецко-Криворожская советская республика, охватывающая восток и юг нынешней территории Украины. В этой республике городское население было преимущественно индустриальным, промышленным. Это были русские шахтеры и рабочие. Часть была украинской интеллигенции, которая развивала украинство, ну в Харькове, например. Например, сельское население действительно было украинским. Чем дальше на запад, тем больше украинское, чем дальше на восток, тем меньше. Однако сельское население в политической жизни практически никогда участия не принимало. И что же теперь с этим можно поделать? Советское же руководство в Москве решило Донецко-Криворожскую советскую республику присоединить к советской Украине. И вот так образовалась нынешняя украинская территория. Это было сделано, несмотря на недовольство населения этих регионов. Донецк – это левобережная Украина, Кривой Рог – это уже правобережная Украина. Но таким образом была заложена мина замедленного действия под судьбу страны. Судьба страны стала зависеть от того, как эти две половины смогут друг с другом договориться. И никакой Путин тут совершенно ни при чем. Руководство советской Украины в зависимости от изменения московской политики проводило то более интенсивную украинизацию тех русскоговорящих и русских земель на востоке и на юге, то менее активную. Там шло волнами. А это русскоязычное население на украинизаторов, в основном украинских интеллигентов, не так уж в многочисленных городах, в области просвещения, культуры, смотрело с иронией, как на таких неопасных чудаков. Однако после того, как и Советский Союз распался в 1991 году, Украина стала независимой. И вот тут украинизация начала постепенно разворачиваться. Однако украинская интеллигенция не была настолько многочисленна, чтобы огромные массы русских и русскоязычных украинизировать. И поэтому она благосклонно восприняла, когда в Западной Украине начали создаваться уже открытые неонацистские националистические организации. Украинская повстанческая армия, организация украинских националистов и уже совсем последняя новая правый сектор. Между ними возник вот такой как бы симбиоз. Соответственно и русскоговорящие стали более враждебно относиться вот к такой тенденции. И взаимные оскорбления, обзывательства, иногда и стычки, драки. А во что это потом вылилось, мы вот теперь уже видим. Это мы, как говорится, умеем. И резко изменилось положение с 21 февраля 2014 года, когда в результате революции на Майдане, Майдан это площадь независимости в Киеве, в результате этой революции законно избранный президент Виктор Янукович вынужден был бежать от расправы. И государственная власть в Киеве перешла уже к открытым украинизаторам. Самый первый акт, однако не запущенный в действие, был об ограничении использования русского языка. Там такая хитрая формулировка была, но достаточно понятная. Вот это был самый первый акт, который указал дальнейшее развитие. Поэтому русские и русскоязычные больше ничего ожидать от этой власти не могли. И новым правительством, новой властью была принята практически официально националистическая идеология, то есть идеология Степана Бандеры. Там было и гораздо больше идеологов, но вот он был наиболее последовательный и активный. А в чем заключается националистическая идеология любая? Ее формулировка самая лучшая была дана в гитлеровской Германии. Одна страна, один народ, один фюрер. С фюрерами у нас всюду дело посложнее в Восточной Европе, но вот одна страна, один народ и один язык – вот это квинтэссенция древней племенной архаической психологии. Согласно этой психологии, если на той территории, которая считается нашей, присутствуют какие-то инородные элементы, то это ненормально и должно быть тем или иным способом ликвидировано. Один способ – это радикальная, то, что теперь называется, этническая чистка с истреблением и геноцидом, а другая – медленная, растянутая на поколение ассимиляция, преимущественно направленная на детей. Даже и теперь, когда идет война, и Литва и Польша предлагают все усилия для поддержки Украины, местные литуанизаторы не успокаиваются и опять изобретают какие-то препятствия для польских детей учиться в польских школах, на этот раз в Таракайском районе. Когда происходит острый конфликт между такими большими массами населения в одной и той же стране, то на юридическом языке это называется гражданским конфликтом, который может перерасти в гражданскую войну. Тут дело в том, что ненавидят друг друга, и ненависть разгорается между двумя в гражданском отношении равноправными группами населения, равноценными группами населения. Просто они по количеству разные. И гражданская война идет между двумя группами населения, а не между двумя армиями. И эта война идет фактически на истребление. Она перерастает в этническую чистку. Мы можем вспомнить в Африке войну между Туци и Хуту, где произошел геноцид населения Туци. В Мьянме, это бывшая Бирма, там одновременный геноцид и изгнание племени Рохинджа и во время Второй мировой войны. Ну и фактически то же самое сейчас происходит и в Украине. Когда эти две массы населения в любом месте, будь то в бывшей Югославии, где угодно, ненавидят друг друга, то они и истребляют друг друга. Когда у них имеются вооруженные группировки, вооруженные боевики, какие-то отряды или даже целая армия, то гражданское население другой половины является для них, для вооруженных людей, вполне легитимной целью для уничтожения. Потому что это гражданская война. Это не война между двумя армиями. Это война между цивильными людьми. На войне обычной истребляют друг друга, и это, к сожалению, нормально, солдаты двух стран. А вот в войне гражданской все истребляют всех на гражданском уровне. И так жили все племена сотни тысяч лет. Продолжались вот такие войны на истребление. И в таких войнах объектом становятся в том числе и женщины, и дети. Потому что они, извиняюсь, плодятся. А цель состоит в том, чтобы их не было тут вообще. Пусть они либо куда-то убираются, либо вот они получат то, что они заслужили. Потому что они настаивают, что они тут тоже хозяева. Конфликт в Украине раскачивался очень долго и очень постепенно. Посмотрим вкратце на действия обеих сторон. Сначала на сторону русскоязычную. Потому что, глядя исторически, все-таки не она начала применять силу. 21 февраля 2014 года, когда Виктор Янукович бежал, и, как я уже сказал, стала очевидна тенденция на украинизацию, русские в Крыму поняли, что ждать больше нечего. И далее произошло их присоединение к Российской Федерации. И приблизительно то же самое намечалось и в Донбассе. Но я должен сразу сказать, что Путин этого не особо хотел с самого начала. По отношению к Крыму у путинской команды была одна политика, по отношению к Донбассу другая. Но там те, которых потом стали называть боевиками, начали подражать действиям Майдана. То есть начали захватывать административное здание. Первый захват административного здания произошел 6 апреля. Захвачено здание Службы безопасности Украины в Луганске, в центре Луганской области. Далее 7 апреля захвачено тоже здание СБУ в Донецке. Причем офицеры, военнослужащие и чиновники захватываемых зданий преимущественно переходили на сторону восставших. Главную роль играл Александр Захарченко. Причем в то время они все подчеркивали на очень недолгое время, что они подчиняются Верховной Раде Украины, но они требуют от Верховной Рады разрешить им провести референдум на территории Донецкой и Луганской областей о самоуправлении, а точнее сказать о федерализации, чтобы им была предоставлена автономия в пределах Украины. Только чтобы они имели автономию на язык, на свои праздники, на своих героев, на свою культуру. 7 апреля основана ДНР Донецкая Народная Республика. Ее руководителем стал Александр Захарченко. То есть захват СБУ в Донецке и образование ДНР произошли в один день, 7 апреля 2014 года. В 2018 году Александр Захарченко был взорван, когда вместе с охраной входил в излюбленное кафе в Донецке. Согласно официальной версии, это дело рук украинской ДРГ, диверсионно-разведывательной группы, а по неофициальной версии Александр Захарченко был таким образом ликвидирован по заказу Москвы, ввиду его плохой управляемости из-за алкоголизма. Несколько популярных полевых командиров тоже были устранены, явно не украинцами. Обычные советские бандитские методы. Тут уже иевская власть поняла, что надо как-то вопрос решать. Я считаю, что если бы тогда киевская власть приняла эти просьбы о федерализации, то никакой войны бы и не было. Но это означало бы для них уступку, слабость по отношению к заклятому врагу, которого они называли именно московскими оккупантами, российскими оккупантами. В Украине наказывают того, кто говорит о гражданской войне. А решать этот вопрос она намеревалась силой. Когда она силой сменила власть в Киеве, то это было как бы легитимно и нормально. А вот когда им начали подражать в Донбассе, то это уже ненормально. И это уже они объявили нарушением закона. 12 апреля 2014 года все того же состоялся тайный визит директора ЦРУ Соединенных Штатов Америки на тот момент Джона Брэннона в Киев под чужой фамилией. Видимо, они согласовывали детали военной операции. 13 апреля на следующий день пришло сообщение о первом погибшем в Донбассе. Обстоятельства мне неизвестны. И 14 апреля исполняющий обязанности президента Александр Турчинов сообщил, что у боевиков имеется оружие, а это недопустимо. То есть, когда боевики Майдана захватывали отделение милиции в Западной Украине и отделение СБУ и захватывали там оружие, то это было нормально. А когда им начинают подражать другие, то это недопустимо. И Александр Турчинов объявил о начале антитеррористической операции, которая впоследствии стала называться операция объединенных сил, объединенных силовиков, полиции, армии и так далее. Почему объединенных? Потому что была подготовлена в 2017 или 2018 году то, что можно назвать оккупационной администрацией. При захвате ДНР и Луганской народной республики должны были сразу же начать действовать приехавшие органы по фильтрации, отсеиванию, проверке личности каждого, участвовали ли в боевых действиях, совершали ли военные преступления и так далее. Поэтому операция объединенных сил. То есть были подготовлены органы для точно такой же фильтрации, которую теперь проводят российские войска в специальных фильтрационных лагерях, где людей держат неделями, а мужчин и иногда женщин заставляют раздеваться на предмет обнаружения неонацистских татуировок. 16 апреля 2014 года толпа заблокировала украинские БМД, участвующие в АТО в пригороде Краматорска, Донецкая область или ДНР. Я, командующий высокомобильных десантных войск вооруженных сил Украины, полковник Швеции Александр Николаевич, ни разу за историю Украины ни один солдат-десантник не прицелился и не выстрелил свой народ. И этого не удалось достичь некоторым руководителям, которые хотели нас послать на Майдан. Ни один солдат-десантник туда не поднул. И этого не будет в дальнейшем. Я прошу у местного населения дать возможность этому подразделению уйти по тому же маршруту, откуда они пришли. В таких многочисленных эпизодах первых дней АТО, антитеррористической операции, главным обвинением от жителей украинским военным было, зачем вы приехали на нашу землю, ведь мы не едем в Киев учить вас, как жить. Езжайте домой. Следующий день, 17 апреля, пригород Краматорска, не знаю, другой ли. Женщина останавливает БМД рукой. Именно так останавливали советские танки литовцы в Вильнюсе 13 января 1991 года, когда погибло 13 человек. Тот же день, 17 апреля. Справа депутат Горловского Донецкой области, городского совета Владимир Рыбак. Некоторое время назад он пытался снять вывешенный на здании горсовета российский флаг и поднять опять украинский, но ему не дали. В этом эпизоде он пытается пройти в здание к председателю горсовета, но его не пускают. Туда депутат направлялся 17 апреля после активного участия в митинге за единую Украину. Позже, в тот же день, он был похищен. По данным следственного отдела управления МВД города Горловка, свидетель рассказал, что около 6 часов вечера депутата похитили на проспекте Победы в Горловке. Четверо мужчин в камуфляжной форме и масках на лицах силой посадили его в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Двумя днями позже его труп, а также труп другого мужчины, были обнаружены в речке Торец, возле поселка Райгородок Донецкой области. Причиной их смерти были названы травмы в результате пыток с дальнейшим утоплением еще живых потерпевших. Как сообщает в МВД... Тот второй погибший был студент с Западной Украины. Вот такой бандитский край любой ценой хочет отвоевать обратно Украина. Только 27 апреля 2014 года была провозглашена Гриданская Народная Республика. 2 мая 2014 года. Одесса. Футбольные фанаты из организации «Правый сектор» съехались в Одессу на футбольный матч. Они устроили шествие по городу, чтобы продемонстрировать пророссийской части Одессы, что Одессу Украина России не отдаст. Название «Правый сектор» отражает одновременно «Правый сектор футбольных трибун» и «Право-радикальные националистические взгляды». Но и местные пророссийские силы тоже подготовились. Ими руководит заместитель начальника отделения МВД по Одесской области Дмитрий Фучеджи. Как и для любой секретной службы, лучшие помощники полиции – это наверняка их секретные агенты из уголовной среды. Их лозунг «Одесса – русский город». Пророссийские активисты из-за полицейских заслонов периодически стреляют в демонстрантов. Медан достает огнестрелы и начинает расстреливать оппонентов. Вот, посмотрите этот момент. Убита три человека. «Страшное, что Степа на тот момент был даже не в первой сотне замученных, когда мы не убивали и строили из себя святых». Разъяренная толпа направилась к заброшенному дому профсоюзов, около которого уже длительное время находилось несколько палаток лагеря мирных пророссийских демонстрантов. Местные националисты намеревали сжечь эти палатки уже давно. Обитатели палаток скрылись в доме профсоюзов, но и он был подожжен. «Человек выпрыгнул из окна четвертого этажа». Повтор. «В толпе правого сектора тоже было несколько стрелков». «Аналисты уже начинали забрасывать дом профсоюзов коктейлями Молотова». По официальным данным сгорело заживо более 40 человек. После этой страшной трагедии все сепаратистские и пророссийские силы в Украине, и тем более российская пропаганда, выдвинули ложь «не забудем, не простим», умалчивая, что первыми в тот день в Одессе пролили кровь сами пророссийские силы. 2 июня 2014 года удар украинской авиации по зданию сепаратистской Луганской областной государственной администрации ЛНР и по площади перед зданием. «Ой, ой, ой!» «Ой, ой!» «Ой, ой!» «Ой, не пора я прям!» Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok танк. Начало марта, оккупированный Херсон, российская КАМАЗы дают задний ход перед горожанами, на центральной площади. 5 марта, не сдающийся Херсон, митинг на центральной площади. 5 марта, на подъезде к Мелитополю горстка храбрых мужчин и женщин, голыми руками останавливает колонну российско-фашистских захватчиков. Теперь, в мае, все эти протестующие, скорее всего, уже репрессированы оккупантами. 5 марта, в мае, все эти протестующие, скорее всего, уже репрессированы оккупанты. все больше начали мстить гражданскому населению. 16 марта разбомблен драматический театр в Мариуполе, где в ожидании эвакуации в Украину целыми неделями жило свыше тысячи человек. Перед главным и задним фасадом на тротуаре хорошо видны надписи «Дети». Это предупреждение для авиации. Власти ДНР, которые объявили о своем контроле над городом, всем желающим эвакуироваться предлагают эвакуироваться в Донецк или в Россию. Агентство Associated Press 4 мая опубликовало доклад, в котором на основании опроса огромного количества свидетелей и компьютерного моделирования сделало вывод, что в театре могло погибнуть до 600 человек. 2 апреля весь мир потрясли очередные кадры зверств российской военщины. На этот раз в городке Буча, к северу от Киева, убитые на улице, убитые во дворе, убитые в подвале, массовые могилы, массовые могилы в других городках севера Киевской области после того, как оттуда ушли российские оккупанты, обломав зубы о киевскую оборону. Приблизительное число гражданских жертв свыше тысячи. У некоторых расстрелянных в Буче на рукаве белая повязка или ею связаны руки за спиной. Учитывая, что оккупанты принуждали носить белую повязку как знак лояльности к новой власти. Американский военный аналитик Скотт Риттер намекает, что расстрелять их могли сами украинские войска, войдя в город как бы за измену. Но тут надо знать, что куда бы не приходила еще советская армия, она никогда не рассматривала местное население как своих искренних друзей, потому что понимала, что это не так. И поэтому в случае отступления всегда старалась вывозить с собой или удобнее расстреливать политических заключенных, просто заключенных, гражданских с враждебными взглядами. Так они поступили в Литве в 1941 году, а теперь в Киевской области просто отомстили гражданскому населению за военную неудачу. Нехорошо, что некоторые западные аналитики подыгрывают абсолютно преступной российской пропаганде. 8 апреля 2022 года удар ракетой Точка-У по заполненному эвакуирующимися в Украину людьми перрону железнодорожного вокзала в Краматорске, в контролируемой Украиной части Донецкой области. Это тот Краматорск, в котором в 2014 году население руками останавливало украинские БМД. Перед описанием ракетного удара по Краматорску 8 апреля надо сказать, что 1 апреля глава ДНР Денис Пушилин обратился к жителям контролируемым Украиной Краматорска и Славянска с призывом побыстрее покинуть эти города, потому что, по его словам, украинские националисты расстреливают эвакуационные транспорты, которые периодически движутся в направлении Украины с тем, чтобы, надо так понимать, обвинить потом российскую и донецкую и луганскую сторону, которые пытаются уничтожить эти транспорты в отместку за то, что население движется в Украину именно. Сука, сколько трупов! Погибло несколько десятков человек, в том числе на хвостовой части корпуса ракеты .у ясно видна надпись по-русски «ЗА ДЕТЕЙ», только не ясно, которая из сторон мстит за своих детей. Ориентировка же корпуса ракеты показывает, что она прилетела с юго-запада, то есть с территории, контролируемой Украиной. Действительно, как-то трудно себе представить, чтобы тяжелая российская пусковая ракетная установка .у скрытно проникла бы на десятки километров на территорию, контролируемую Украиной, произвела пуск и также скрытно вернулась обратно. Итак, за восемь лет приблизительно украинских обстрелов Донецкой и Луганской республики там погибло порядка двух тысяч гражданских лиц. А вот украинского населения, включая уже и нынешние военные действия, по немного различающимся оценкам, уже видимо погибло три или четыре тысячи, и это не считая каких-то совершенно астрономических жертв в Мариуполе. Там статистика неизвестна, ввиду того, что основная часть города контролируется уже силами ДНР и российскими. Итак, украинцы в соревнованиях по геноциду явно проигрывают. Но при этом оказалось, что российские силы, авиация, ракеты уничтожают русские города Харьков, Мариуполь, и этим они восстанавливают значительное количество именно русскоязычных и русских, которых они как бы пришли освобождать, пришли освобождать, но убивают. И поэтому получается удивительный исторический парадокс. Националисты и русофобы, бандеровцы и украинизаторы защищают тех, кого они хотят в будущем и будут это делать, украинизировать. А эти жертвы, русские и русскоязычные, теперь уже, наверное, согласны с этим. Путин добился прямо противоположных результатов по отношению тех, которых хотел, совершил много военных преступлений. Путин же, как фашистский диктатор, должен понести поражение в этой войне, быть привлечен к ответственности. Россия, кроме того, как фашистское государство, опасна тем более, что у нее есть ядерное оружие. И поэтому она должна тем или иным способом быть переформатирована, чтобы российский народ смог бы влиться в семью европейских цивилизованных народов. Благодарю за внимание и за терпение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...